Без света, воды и тепла. В таких условиях вот уже более двух месяцев вынуждены находиться жители одного из тверских СНТ. В конце января дома дачников были отключены от электроснабжения за неуплату. Причем под удар вместе с неплатильщиками попали и те, кто исправно оплачивал энергоресурс. В итоге многие горожане оказались в ситуации, когда даже руки помыть не предоставляется возможным. И это во время распространения смертельно опасного коронавируса. Вот видите, вода стоит в тазике, да? Я честно скажу, я мою руки, вот этот коронавирус, а что мне делать? Я мою руки, собираю эту водичку, понимаете? И чтобы мне было в чем? Вот эту вот тряпочку прополоскать и пол потереть. В таких условиях пенсионерка Ирина Андрюшина вынуждена жить вот уже два месяца. У нее нет электричества, как следствие не работает насос в колодце. Хорошо хоть печка есть, говорит Ирина, без нее пришлось бы совсем худо. В конце января все садовое некоммерческое товарищество «Весна», что на окраине Твери, оказалось отрезано от электричества. Вообще от света у нас зависит все. У нас вода зависит от света. У нас от туалет, от света, отопление, от света. Потому что сейчас ни одно отопление не работает без электричества, без насосов. Ни один котел не будет работать. Отключенными от электричества оказались около 40 семей. Это более 100 человек. Вместе со светом жители СНТ лишились воды, от электричества работали насосы в колодцах. И отопление без светов стало котельное. Сейчас люди живут в условиях, которые очень сложно назвать человеческими. Там ни руки не помыть, ни погреться, ничего, ни воды нагреть. Ученики учат уроки у людей со свечками. Маленькие дети, у нас грудные дети есть. Как рассказывают местные жители, причиной отключения стала задолженность перед дверью «Атомэнергосбыт». Она, подтверждает, жильцы действительно имеют место. Образовались долги из-за недобросовестных потребителей. Их в СНТ весна меньшинство. Остальные исправно перечисляют деньги за электричество. Но получается, что из-за нескольких должников страдают все. По мнению граждан, действия с бытовой организацией абсолютно незаконны. Когда вот этот произвол имел место быть, вы знаете, тем более в зимнее время, тем более вообще без каких бы то ни было решений суда, нас никак даже не уведомили. Вы понимаете? Никак, абсолютно. В попытках разобраться в ситуации наш телеканал обратился в Тверь «Атомэнергосбыт». Там подтвердили, что за развитием событий в СНТ весна пристально наблюдают. Проблема в том, что договор был заключен с одним юридическим лицом – садом, некоммерческим товариществом, а не с каждым жителем по отдельности. Долг имел место, и из-за него должник оказался отключен от энергоресурса. И все вроде бы согласно букве закона, однако положение, в котором оказались жильцы по итогу, ни в какие общечеловеческие нормы морали не вписывается. Вместе с тем большие вопросы вызывают действия председателя СНТ Дмитрия Полякова. По информации представителей Тверь «Атомэнергосбыт», он не выходил на связь с ноября прошлого года. Ему поступало предложение о реструктуризации задолженности, но ответа не последовало. Сам мужчина настаивает на обратном. Он предпринимал все действия, дабы решить проблему. Когда же ею заинтересовался наш телеканал, дело вроде как сдвинулось с мертвой точки. Вот сейчас нам прям предложили такое решение, что я сейчас бегу в кооператив, собираю народ нашего юриста. Значит, сказали, чтобы мы установили скайп. Они нам своего юриста дадут, выйдут на общую связь. Ну и говорят, нам надо решать как-то. Нам надо как-то вас включать. То есть, ну, нужно решать вопрос. Удастся ли решить вопрос и вернуть в дома жителей СНТ весна электричество, как говорится, покажет время. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий.